Жил да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил, крокодил, крокодил, крокодилович. А за ним-то народ и поёт, и орёт, вот урод так урод, что за нос, что за рот, и откуда такое чудовище? Гимназисты за ним, трубочисты за ним, и толкают его, обижают его, и какой-то малыш показал ему шиш, и какой-то барбос укусил его в нос. Нехороший барбос, невоспитанный. Оглянулся крокодил, и барбоса проглотил, проглотил его вместе с ошейником. Рассердился народ, и зовёт, и орёт, эй, держите его, довяжите его, доведите скорее в полицию. Он вбегает в трамвай, все кричат, ай-яй-яй, и бегом кувырком по домам, по углам, помогите, спасите, помилуйте. Подбежал городовой, что за шум, что за вой, как ты смеешь тут ходить, по-турецки говорить, крокодилом тут гулять воспрещается. Усмехнулся крокодил, и беднягу проглотил, проглотил сапогами и шашкою. Все от страха дрожат, все от страха визжат. Лишь один гражданин не визжал, не дрожал. Это доблестный Ваня Васильчиков. Он боец-молодец, он герой удалой, он без няни гуляет по улицам. Он сказал, ты злодей, пожираешь людей, так за это мой меч твою голову сплечь. И взмахнул своей саблей игрушечной. И сказал крокодил, ты меня победил. Не губи меня, Ваня Васильчиков, пожалей ты моих крокодильчиков. Крокодильчики в ниле плескаются, со слезами меня дожидаются. Отпусти меня к деточкам, Ванечка. Я зато подарю тебе пряничка. Отвечал ему Ваня Васильчиков. Хоть и жаль мне твоих крокодильчиков, Но тебя, гравожадную гадину, я сейчас изрублю, как говядину. Мне, обжор, ожалеть тебя нечего. Много мяса ты съел, человечьего. И сказал крокодил, все, что я проглотил, я обратно отдам тебе с радостью. И вот живой городовой явился вмиг перед толпой. Утроба крокодила ему не повредила. И дружок в один прыжок из пасти крокодила скок. Ну, от радости плясать, щеки Ване нализать. Трубы затрубили, пушки запалили. Очень рад Петроград. Все ликуют и танцуют. Ваню милого целуют. И из каждого двора слышно громкое «Ура!» Вся столица украсилась флагами. Спаситель Петрограда от яростного гада да здравствует Ваня Васильчиков. И дать ему в награду сто фунтов винограду, сто фунтов мармеладу, сто фунтов шоколаду и тысячу порций мороженого. А яростного гада долой из Петрограда, пусть едет к своим крокодильчикам. Он скачил в аэроплан, полетел, как ураган, и ни разу назад не оглядывался. И домчался стрелой до сторонки родной, на которой написано «Африка». Прыгнул в Нил крокодил, прямо в Ил угодил. Где жила его жена-крокодилица, его дедушек-кормилица-поилица. Сказки, говорит ему печальная жена, я с детишками намучилась одна. То Кокошенька Лелешеньку разит, то Лелешенька Кокошеньку тузит. А Татошенька сегодня нашалил, выпил целую бутылочку чернил. На колени я поставила его и без сладкого оставила его. У Кокошеньки всю ночь был сильный жар, проглотил он по ошибке самовар. Да спасибо, наш аптекарь-бегемот положил ему лягушку на живот. Опечалился несчастный крокодил и слезу себе на брюхо уронил. Как же мы без самовара будем жить? Как же чай без самовара будем пить? Но тут распахнулись двери, в дверях показались звери. Гиены, удавы, слоны, и страусы, и кабаны, и слониха, щеголиха, стопудовая купчиха, и жираф, важный граф, вышиною стили граф. Все приятели, друзья, все родня и кумовья. Ну, соседа обнимать, подавай-ка нам подарочки заморские. Отвечает крокодил, никого я не забыл, и для каждого из вас я подарочки припас. Льву-халву, мартышке-ковришке, орлу-пастилу, бегемотику-книжке, Буйволу-удочку, страусу-дудочку, слонихе-конфет, а слону-пистолет. Только Татошеньке, только Кокошеньке, не подарил крокодил ничегошеньке. Плачут Татоша с Кокошей. Папочка, ты нехороший, даже для глупой овцы есть у тебя леденцы. Мы же тебе не чужие, мы твои дети родные. Так отчего, отчего ты нам не привез ничего? Улыбнулся, засмеялся крокодил. Нет, детеныш, я вас не позабыл. Вот вам елочка душистая, зеленая, издалекая, из России привезенная, вся чудесными увешанной игрушками, золочеными орешками, хлопушками. Тот-то свечки мы на елочке зажжем, тот-то песенки мы елочки споем. Человечьим ты служила малышам, послужи теперь и нам, и нам, и нам. Как услышали про елочку слоны, ягуары, павианы, кабаны, тотчас за руки на радостях взялись и в круг елочки в присядку понеслись. Не беда, что расплясавшись бегемот, повалил на крокодилицу комод. И с разбегу круторогий носорог рогом-рогом зацепился за порог. Ах, как весело, как весело шакал на гитаре плясовую заиграл. Даже бабочка уперлась в бока, с комарами заплясала трепака. Пляшут чижики и зайчики в лесах, пляшут раки, пляшут окуни в морях, пляшут в поле червячки и паучки, пляшут божьи коровки и жучки. Вдруг забили барабаны, прибежали обезьяны. Трам-там-там, трам-там-там, едет к нам гиппопотам. К нам гиппопотам, сам гиппопотам, там гиппопотам. Ах, какое поднялось рычанье, верещанье и блияние и мычанье. Шутка ли ведь сам гиппопотам, жаловать сюда изволит к нам. Крокодилица скорее убежала и кокошу и татошу причесала, а взволнованный дрожащий крокодил от волнения салфетку проглотил. А жираф, хоть и граф, взгромоздился на шкаф, и оттуда на верблюда вся посыпалась посуда. А змеи-лакеи надели ливреи, шуршат по аллее, спешат поскорей встречать молодого царя. И крокодил на пороге целует у гостя ноги. Скажи, повелитель, какая звезда тебе указала дорогу сюда? И говорит ему царь, мне вчера донесли обезьяны, что ты ездил в далекие страны, где растут на деревьях игрушки и сыплются с неба ватрушки. Вот и пришел я сюда чудесных игрушках послушать и небесных ватрушек покушать. И говорит крокодил, пожалуйста, ваше величество, Кокоша, поставь самовар, Татоша, зажги электричество. И говорит гиппопотам, о, крокодил, поведай нам, что видел ты в чужом краю, а я, покуда, подремлю. И встал печальный крокодил и медленно заговорил, Узнайте, милые друзья, потрясена душа моя, Я столько горя видел там, что даже ты, гиппопотам, И то завыл бы, как щенок, когда б его увидеть мог. Там наши братья, как в аду, в зоологическом саду. О, этот сад, ужасный сад, его забыть я был бы рад. Там под бичами сторожей немало мучатся зверей. Они стинают и ревут, и цепи тяжкие грызут, Но им не вырваться сюда из тесных клеток никогда. Там слон забава для детей, игрушка глупых малышей, Там человечья мелюзга, оленью теребит рога, И буйвол ущекочет нос, как будто буйвол — это пес. Вы помните, между нами жил один веселый крокодил? Он мой племянник, я его любил, как сына своего. Он был проказник и плясун, и озорник, и хохотун, А нынче там передо мной, измученный, полуживой, В лоха негрязной он лежал, и, умирая, мне сказал, Не проклинаю палачей, ни их цепей, ни их бичей, Но вам, предатели, друзья, проклятья посылаю я. Вы так могучи, так сильны, удавы, буйволы, слоны, Мы каждый день и каждый час из наших тюрем звали вас И ждали, верили, что вот освобождение придет, Что вы нахлынете сюда, чтобы разрушить навсегда Людские злые города, где ваши братья и сыны В неволе жить обречены. Сказал и умер. Я стоял и клятвы страшные давал. Злодеям людям отомстить и всех зверей освободить. Вставай же, сонное зверье, покинь же логово свое, Вонзив жестокого врага, клыки и когти и рога. Там есть один среди людей сильнее всех богатырей. Он страшно грозен, страшно лют. Его Васильчиков зовут, и я за голову его не пожалел бы ничего. Ощетинились зверюги и, оскалившись, кричат. Так веди нас за собою на проклятый зоосад, Где в неволе наши братья за решетками сидят. Мы решетки поломаем, мы оковы разобьем, И несчастных наших братьев из неволи мы спасем, А злодеев забодаем, искусаем, загрызем. Через болота и пески идут звериные полки, Их воевода впереди, скрестивши руки на груди. Они идут на Петроград, они сожрать его хотят. И всех людей, и всех детей они безжалостно съедят. О, бедный, бедный Петроград! Милая девочка Лялечка с куклой гуляла она, И на Таврической улице вдруг увидала слона. Боже, какое страшилище! Ляля бежит и кричит. Глядь, перед ней из-под мостика высунул голову кит. Лялечка прячет и пятится, Лялечка маму зовет, А в подворотне на лавочке Страшный сидит бегемот. Змеи, шакалы и буйволы Всю души пят и рычат. Бедная, бедная Лялечка, Беги без оглядки назад! Лялечка лезет на дерево, Куклу прижала к груди. Бедная, бедная Лялечка, Что там еще впереди? Гадкое чучело чудище Скалит клыкастую пасть. Тянется, тянется к Лялечке, Лялечку хочет украсть. Лялечка прыгнула с дерева, Чудище прыгнуло к ней, Сцапала бедную Лялечку И убежала скорей. А на Таврической улице Мамочка Лялечку ждет. Где моя милая Лялечка? Что же она не идет? Дикая горилла Лялю утащила И по тротуару побежала вскачь. Выше, выше, выше! Вот она на крыше, На седьмом этаже Прыгает, как мяч. На трубу вспорхнула, Сажи зачерпнула, Вымазала Лялю, Села на карниз. Села, задремала, Лялю покачала И с ужасным криком Кинулася вниз. Закрывайте окна, Закрывайте двери, Полезайте поскорее под кровать, Потому что злые, Яростные звери Вас хотят на части разорвать. Кто, дрожа от страха, Спрятался в чулане, Кто в собачьей будке, Кто на чердаке? Папа схоронился В старом чемодане, Дядя под диваном, Тетя в сундуке. Где найдется Такой богатырь удалой, Что побьет Крокодилово полчища? Кто из лютых когтей Разъяренных зверей Нашу бедную лялечку вызволит? Где же вы, удальцы, Молодцы храбрецы? Что же вы, словно трусы, Попрятались? Выходите скорей, Прогоните зверей, Защитите несчастную лялечку. Все сидят и молчат, И как зайцы дрожат, И на улицу носа не высунут. Лишь один гражданин Не бежит, не дрожит. Это доблестный Ваня Васильчиков. Он ни львов, ни слонов, Ни лихих кабанов, Не боится, конечно, ни капельки. Они рычат, они визжат, Они сгубить его хотят. Но Ваня смело к ним идет И пистолетик достает. Пиф-паф! И яростный шакал Быстрее лани ускакал. Пиф-паф! И буйвол наутек, За ним в испуге носорог. Пиф-паф! И сам гиппопотам Бежит за ними по пятам. И скоро дикая орда Вдали исчезла без следа. Исчастливая, что пред ним Враги растеялись, как дым. Он победитель, он герой, Он снова спас свой край родной. И вновь из каждого двора К нему доносится «Ура!» И вновь веселый Петроград Ему подносит шоколад. Но где же Ляля? Ляли нет. От девочки пропал и след. Что, если жадный крокодил Ее схватил и проглотил? Кинулся Ваня за злыми зверями. Звери, отдайте мне Лялю назад! Бешено звери сверкают глазами. Лялю отдать не хотят. «Как же ты смеешь!» Скричала тигрица «К нам приходить за сестрою твоей, Если моя дорогая сестрица В клетке томится у вас, у людей!» Нет, ты разбей эти гадкие клетки, Где на потеху двуногих ребят Наши родные мохнатые детки Словно в тюрьме за решеткой сидят. «В каждом зверинце железные двери Ты распахни для плененных зверей, Чтобы оттуда несчастные звери Выйти на волю могли поскорей. Если любимые наши ребята К нам возвратятся в родную семью, Если из плена вернутся тигрята, Львята с лесятами и медвежата, Мы отдадим тебе лялю твою!» Но тут из каждого двора Сбежалась к Ване детвора. «Веди нас, Ваня, на врага! Нам не страшны его рога!» И грянул бой! «Война! Война!» И вот уж ляля спасена! И вскричал Ванюша, «Радуйтесь о звере! Вашему народу я даю свободу!» Свободу я даю! Я клетки поломаю, Я цепи разбросаю, Железные решетки навеки разобью. Живите в Петрограде, В уюте и прохладе, Но только ради Бога Не ешьте никого, Ни пташки, ни котенка, Ни малого ребенка, Ни лялечкиной мамы, Ни папы моего. Да будет пища ваша, Лишь чай да простокваша, Да гречневая каша, И больше ничего! Тут голос раздался к окоши, «А можно мне кушать калоши?» Но Ваня ответил, «Ни-ни, Боже, тебя сохрани! Ходите по бульварам, По лавкам и базарам, Гуляйте где хотите, Никто вам не мешай! Живите вместе с нами И будемте друзьями! Довольно мы сражались И крови пролили, Мы ружья поломаем, Мы пули закопаем, А вы себе спилите Копыта и рога, Быки и носороги, Слоны и осьминоги, Обнимемте друг друга, Пойдемте танцевать!» И наступила тогда благодать, Некого больше лягать и бодать, «Смело навстречу иди носорогу, Он и букашке уступит дорогу, Вежливый кроток теперь носорог, Где его прежний пугающий рог?» Вон по бульвару гуляет тигрица, Ляля ни капли ее не боится, Что же бояться, Когда у зверей Нету теперь ни рогов, Ни когтей? Ваня верхом на пантеру садится, И, торжествуя по улице, мчится, Или возьмет, оседлает орла, И в Поднебесье летит, как стрела. Звери Ванюшу так ласково любят, Звери балуют его и голубят, Волки Ванюши пекут пироги, Кролики чистят ему сапоги, По вечерам, быстроглазая серна, Ваня и Ляля читает Джульверна, А по ночам молодой бегемот Им колыбельные песни поет. Вон в круг медведя Столпились одетки, Каждому Мишка дает по конфетке, Счастливые люди и звери, и гады, Рады верблюды и буйволы рады. Нынче с визитом ко мне приходил, Кто бы вы думали, сам крокодил. Я усадил старика на диванчик, Дал ему сладкого чаю стаканчик, Вдруг неожиданно Ваня вбежал И как родного его целовал. Вот и каникулы, славная елка Будет сегодня у серого волка, Много там будет веселых гостей, Едемте, дети, туда поскорей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова